Здравствуйте! А теперь в эфире сводка пришествий города-округа за минувшие сутки. На трассе Сургут-Салехард произошло массовое ДТП. Сегодня утром на 706-м километре столкнулись автомобили Киа, Лада Приора и большегрузман. Все машины, включая грузовик, получили серьезные механические повреждения. Водителю и пассажиру корейской иномарки, а также водителю отечественной легковушки потребовалась госпитализация. В сводках отмечается, что ДТП произошло в неблагоприятных дорожных и погодных условиях. В этой части Ямала было объявлено штормовое предупреждение с гололедицей. Самолет авиакомпании Ямал вынужденно прервал рейс по маршруту Уфа, но в Уренгое приземлился в Тюменском аэропорту Рощина. Инцидент произошел сегодня утром. Экипаж воздушного судна доложил об отказе автоматики. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. При Уральском районе мужчина признан виновным в покушении на убийство сельчанина. По данным следствия, вечером 27 января в селе Оксарка 29-летний мужчина из Ямальского района, распивая спиртные напитки в компании местных жителей, вступил в конфликт с одним из них. Свидетели происшествия разняли дерущихся мужчин, однако гость, вооружившись на кухне ножом, вернулся в комнату и нанес лежачему мужчине не менее трех ударов. Действия нападавшего пресекли хозяйка квартиры и ее гости. Потерпевший своевременно доставлен в больницу. Виновному вынесен приговор. В колонии строгого режима он проведет 6 лет. В Пытьяхе подросток выстрелил ребенку в ногу из пневматического пистолета. Он целился в голову катающемуся на велосипеде шестилетнему мальчику. Проезжающий следом 10-летний ребенок сделал замечание, за что получил пулю в бедро. Полицейские установили, что пистолет подростку дал другой несовершеннолетний товарищ. Возбуждено уголовное дело. Стрелок находится под стражей. В Нижневартовске тренер по плаванию признан виновный в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ноябре 2022 года 14-летний воспитанник во время занятия потерял сознание и погрузился под воду. В момент происшествия тренер находилась за столом инструктора, но отвлеклась от наблюдения за подростками. В дальнейшем ребенок был извлечен из воды. Женщина оказала ему первую помощь и прибывшая скорая медицинская помощь госпитализировала несовершеннолетнего. Суд вынес приговор. Тренер получил два года условно. 10 погибших северных оленей обнаружили в приуральской тундре. При перегоне стада пастух не доглядел за животными. Рогатые выбежали на железную дорогу, где попали под поезд. По данному факту назначена проверка. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.